Добрый билет! Акцию под такой назвой распочиная предприемство «Гомеле Абла Аутотранс». Вырученные сродки будут накеровываться на будавництво Гомельской областной детячей больницы. Наши таллинты. У областной универсальной библиотеки имя Ленина отбился концерт гомельского выканавца Владислава Халько. Выступление стало яскравой финальной кропкой серой летних концертов «Беззавая Вечары». А зараз об этом и иншим больше подробязна. У Гомеля обмерковали перспективы развития региональной системы эдукации. На традиционную жневинскую педагогическую нараду запросили каля тысячи работников Галины. Об чем ишла размова, ведая Олег Синцерову. У сего праздный день все научные установки Гомельской области снова примут учеников. В тишине в калидорах изменится на шмат голоса и гомон. Не у римских учеников малыших классов, которые и не каких хвилин не могут находиться на одном месте, будут стремливать наставники. Что-то из старших классников, то и они будут имкнуться по воде себе уже как дорослые люди. В этих хвилин наставники чекаются на пыльно не меньше, чем дети. У рейси завсюду приемно чувствовать себя потребным и запотребованным. В 51-й гомельской гимназии подрактовка до нового научного года не обмежевалась только косметичным ремонтом. Головная увага – повышение адукационного взрослого детей. В этом году апробацию в гомельских школах пройдет так званный опорный конспект. По особенности, это уникальный допоможник для учеников малыших классов, которые распространены в 51-й гомельской гимназии. Это были сначала как идея опорных конспектов, именно для того, чтобы у ученика была возможность повторить, закрепить свои знания, посмотреть, уточнить то, где и в чем он сомневается. Постепенно это переросло в какую-то свою методическую систему, и на уроке мы ее используем как учебное пособие. Подчас работы областной педагогичной конференции «Якость и эдукация. Особливая увага». Тем больше, что тут есть резервы. По выниках проведения селеднего централизованного тестирования середний балл школьников в области у першыню оказался лепшим у Беларуси, а не при этом у шеруху району, и он у все еще не вельма высокий. Подчас нарады предоставления ровных для всех умов отремания «Якостной эдукации» называют самым головным глобальным пытанием у деянности Галины. Качество образования и методическое обеспечение дошкольного образования. Это школы, качество работы в гимназиях и в школах, профильное образование. И, безусловно, качество той воспитательной работы, которую мы приводим. И, конечно, акцент на трудовое воспитание. Рационным навычанием на окончании в уголе планируется заниматься больше щельно. Зараз подректовано решение обороны Канкама в окрестане субботы для научения школьников рабочим профессиям. Особливо, это актуально для сельской местовости, где каждый выпускник повинен иметь махчимость отримать такие запотребованные специальности, як водитель и тракторист. Еще одна задача – приобщение здоровья школьников. Зараз только 3 детей лечатся здоровыми, а каждый четвертый мая еще и лишнюю вагу. Якостное харчевание – это задача для школьных столовых и буфетов. В зоне уваги установил эдукации на этот научный год так само измастрение прогалактичной работы. Пакуль в 12 районах в области означает рост злочинности сирот неполнолетних и, бдай, самое головное – кадровое питание. Престыж профессии планируется вздымать у тымнику и просправ ориентационную работу сирот-школьников. Для нас это очень значимо и очень актуально. Если будет хороший, крепкий студент, это в будущем хороший учитель, хороший преподаватель средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, обладающие большим объемом знаний и умеющие передавать эти знания подрастающим поколениям. Алексей Тюрум, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Гомельское областное объединение профсоюза приняло уделу сбору ураджаю гэтага года. Старшини галиновых комитетов и члены профсоюза отправились на поле комбината «Усход», как допомогти со сбором томатов. Акция «Правсоюзная солидарность» гэта махчимость унести свой уклад у ход уборочной 2017. Штаб Гомельского областного объединения профсоюза изменил костюмы и кабинеты на працованную вопротку и свежая поветра. Целый працонный день яны провели на 40 сотках томатного поля комбината «Усход». У господарцы вельми рады такой инициативе, бо пакуль на дворье доброе. Треба поспец собрать Гароднену з великих площав. Додатковые 35 работников не перешкодзять. Перед початком працы кожного проинструктовали, які томаты придатные для перапрацовки и яких правильно сортовать. Такая акция проводится и нашими коллегами, и в других областях, и в Витебске, Могилеве, Брест, Гродно. Но в некоторых регионах республики, наверное, несколько с погодой не повезло. Мы очень рады, что хоть маленькую толику мы внесли свой вклад личный в уборочную кампанию 2017 года. Помимо этого, здесь были наши технические инспекторы, которые осмотрели и организацию питания, труд и отдых работников. Не поспела скончиться уборка с Божьевых, як у комбинате «Усход» почалась массовая уборка Гароднины. Под бульбу тут отведена 850 гектаров земли. Под остатнюю Гароднину больше за 400. Первыми начались бирать охурки, затем томаты усеяны пойдут на консервацию и реализацию в свежем выгляде. Займется буля и бульба, которую будут закладывать на заховывание. Грех жаловаться, урожай в этом году будет. И, как мы видим, здесь томаты у нас тоже выросли неплохие. Вот профсоюзная организация области изъявила желание помочь нам в уборке. Мы, конечно, очень рады этому, так как людей у нас не хватает, потому что урожай большой. Поэтому мы очень рады этой помощи. Томаты мы где-то примерно до середины сентября убираем. Огурцы еще недельку, наверное, они уже заканчиваются. Закроем свой план по засолке. Ну, все остальные работы мы будем где-то до середины октября убирать. Представник Управления Верховного Комиссара ААН по справах беженцев у Беларуси Жан Иубушарди и керовник Представницства Международной Организации по Миграции у нашей краине Зейнал Гаджиев наведали Гомель. Ины сустрелись с переселенцами и беженцами, обмерковали проблемы, с якими ты сутыкаются и шляхи их вырашения. Головная проблема, с якими до нас звертаются, это пошук працы, оплата жилья и медицинское страхование. На посаджениях комиссий мы разглядаем звороты и вызначаем, як допомогчим. До речи про праце уладкованне. У областной организации Беларусского товарыства Червоного Крыжа гостям рассказали об реализации в нашем регионе пилотного проекта по оказанию финансовой допомоги переселенцам з Луганской и Донецкой областей Украины. На конкурсной основе они могут затримать 800 евро на обсталявание, материалы, аренду, ті навучання. Головная умова на явность бизнес-плану. На сёння подадзена каля 20 подобных заяв. У Гомельской области, что году середним 9 тысяч детей отрымливают травмы разной ступени тяжкости. 9 неполнолетних сё лето загинули. Причины разные, а дабы якого гаставлення дорослых, до порушения у подлетками правилу безпеки житсядейности. Як означали у прокуратуры, за перес шервеня по жнивень отбылся значный рост несчастных здоровеньев с детьми. Яны отрымливали травмы подчас гульня на небеспечных территориях, таких як Чигунка и Будоуля. Гинули от наезда у транспорту, становились ахвярыми недаречных несчастных выпадков. У некоторых семьях отсутность доверных адносинов помеж батьками и детьми привела до суицидов подлетков. По омеркованию прокуратуры, агульная тому причина бесконтрольность сбоку дорослых. Местцами недопрацовывают угэтым накерунку и представники субъектов профилактики. Вот эти 9 тысяч случаев по области нас настораживают. Поэтому состоялся такой взыскательный разговор на комиссии по делам несовершеннолетних буквально на прошлой неделе. Мы дали возможность высказаться и людям с мест. Потому что сегодня во многом зависит это от рядового учителя, от классного руководителя, от психолога, от работников МЧС и ГАИ, которые приходят в школы. Великая колькость выпадков отримания травм детьми отбылась из-за банального порушения правил обеспеки подчас выкористания газового электрообсталявания. Попадание в руки подлетков зброи и небеспечных речевов. Так у речицы при гульнях с порохом и боеприпасами до поляуничьей стрельбы потерпели два хлопчики. А у хойниках несережное обыходжение мати с керосином привело до опеков ее дачки. Прокуратура и органы уголовного преследования не могут быть безучастными к таким моментам, когда вот такая преступная беспечность со стороны родителей мы наблюдаем. Поэтому и в речицком случае, и в хойниках случае мы возбудили в отношении родителей уголовные дела. Процедники наглядальных комиссий почали проверку стану першного отяпления в домах приватного сектора Гомельщины. У областных центров первыми наведали состарелых людей, у которых нема близких, и есть потреба у допомога профилактического сгорания. Здесь расписаны правила безопасности жизнедеятельности, правила пожарной безопасности. На початку 2017-го, подчас зимового переду, назиралась тенденция повеличения колькостей выпадков гибели пенсионеров по причине несправности першного отяпления, порушения правилов об выходжении за огнем и активного выкрыстания обагравальников. Супрацовники МНС разом с представниками службы профилактики все лето взяли ситуацию под свой контроль задолго до наступления отяпляльного сезона. Наведываются одиноких состарелых людей и оказывают им допомогу по проведению лазни и грубок у належных стан. Проводят размовы и усталевывают пожарные оповещальники. Данная категория им не помогает, никто не помогает. Детей у них нету, поэтому пристальное внимание мы к ним уделяем, чтобы им хоть чем-то помочь. При посещении домовладений с печным отоплением проводим инструктивно-разъяснительную работу с гражданами. Напоминаем им еще раз о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, о запрете отопить печи с открытыми дверцами. Особое внимание уделяется устройству печей. Предприемство «Гомель Абл Аутотранс» напереда дни своего профессийного свята распочинает доброчинную акцию «Добрый билет». С каждого квитка, набытого на международные маршруты, 5% от кошта у якости спонсорской допомоги будет накеровываться на будовництво Гомельской областной детячей больницы. Таким чином, каждый покупник становится удельником доброчинной акции, якая распочнется 1-го вересня. До речи, на кошт квитков это никаким чином не поуплывая. Цены застанутся ранейшими. На Гомельщине уже принято, существует хорошая традиция, такие наиболее значимые спортивные, культурные объекты строить всем миром. И мы надеемся, что наш скромный вклад действительно ускорит строительство этой больницы, ну и естественно принесет здоровье наших детишек. И пользуясь случаем, мы хотели бы обратиться к другим предприятиям, чтобы они поддержали нашу инициативу. И я уверен, что если мы поддержим эту акцию, то больница будет сдана в срок, и соответственно здоровье наших детей намного станет крепче. Сберем школьный портфель. Акцию под такой назвой уже около 15-ти годов ладить Гомельское областное отделение Белорусского детячого фонду. Все лета портфели с усими необходимыми для школы приналежностями знову нашли своих маленьких господаров. На доброченное мероприемство организаторы запросили 60 выхованцев детячих домов семейного типа с разных кутков региона. У святочной обстановцы им были уручены новенькие яркие и пригожие ранцы с усими необходимыми в новочальном процессе приладами. На заклик поудельничать у доброчинной акции и подтримать детей отгукнулися многие организации, предприемства и необъяковые жахары. До того же при их подтримце для запрошенных на урочистость малышов организовали интересную программу с подарунками и подчастунками. У областной универсальной библиотецы имя Ленина отбился концерт гомельского выканауца у Владислава Халько. Гэтае выступление стало яскравой финальной кропкой серой летних концертов «Безовая вечары». У Владислав Халько выпускник гомельского колледжа мастатства у мя Соколовского. Зараз йон протягивая профессийную адукацию у Минским институте сучасных ведов имя Широкова на факультете эстрадной джазового вокалу. Свою творчую карьеру органично сполучая с выкладчицкой дейностью. Йон працой наставником музыки по классе фортепиано и вокальных ансамбля. У Владислав Халько з'является лауреатом и дипломантом шматликих межнародных конкурсов у Беларуси, России, Болгарии и Польши. Одно започных досягненьев поспяховое выступление у Москве. У Владислав был одиным представником Беларуси на престижном межнародном конкурсе выканауца эстрадной песни «Пирагозки святанах-2017». На одной сцене он змагался с молодыми талантами из России, Украины, Армении, Болгарии, Венесуэлы и инших краин. Конкурентная боротьба была саправды серьезной и, на жаль, у ликпероможца у хамельчанину трапить не удалось. Однако старшиня журы конкурсу заслуженный артист Российской Федерации Алексей Глызин пора и у Владиславу и далей займаться творчастью, как в праздяе повевать любовь до музыки своим слухачам. Музыка занимаюсь 27 лет. Закончил музыкальную школу Чайковского, Соколовского закончил, как хоровик-дирижер. И последних 4 года занимаюсь эстрадным вокалом, пою душой. Я знаю, что не обладаю такими феноменальными данными вокальными, как у некоторых представителей, но вкладываю душу, себя. Музыка для меня это все. Без музыки я никто и ничто и нигде и никак. Гэты, а так само иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by И нахэтым выпуск завершенный у студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам насыченных выходных джон. До новых сустречу эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok